Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня воскресный день Святая Церковь воспоминает день обретения честных мощей святителя Дмитрия Ростовского, предлагая в память о святом отрывок из Евангелия от Иоанна, глава 10, стихи с 9 по 16. Также предлагается для нашего назидания рядовое чтение от Матфея, глава 15, стихи с 21 по 28, и особое евангельское зачало недели по воздвижении, Евангелие от Марка, с 34 стиха 8 главы по 1 стих 9 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Рече Господь, иже хочет по мне идти, да отвержится себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иже, боаще хочет душу свою спасти погубит ю, а иже погубит душу свою мене ради Евангелия той спасет ю. Каябо польза человеку, аще приобрящет мир весь, и отщитит душу свою, и лично дашь человек измену на души своей. Иже, боаще постыдится мне, и мои словес вроде всем прелюбодением грешнем, и сын человеческий постыдится его, игда придет во славе Отца своего со ангелы святыми. И глаголуше им, аминь, глаголю вам, яко сутнец и азде стоящих, Иже не имут вкусить из смерти, Донди же видит Царствие Божие, Пришедшее в силе. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде всем прелюбодеянным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат призыв Спасителя, обращенный к Его истинным последователям. «Кто хочет идти за Мною, отвернись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Каждый, следующий за Спасителем, когда-то повторяет вслед за апостолом Павлом, что теперь живет не он, а Христос в нем. То есть теперь он живет не для того, чтобы следовать своим желаниям, но чтобы следовать воле Христовой и находить в этом абсолютную свободу. По словам Господа, следование Его воли заключается в нашем подражании Ему, внесении своего креста. Святитель Игнатий Бринчанинов поясняет, «Взять крест свой значит с покорностью и смирением починиться тем временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно божественному промыслу попустить нам в очищении наших согрешений. Кто принял крест свой, отвергшись себя, тот примирился с самим собою, с обстоятельствами своими, со своим положением внешним и внутренним, тот только может разумно и правильно последовать Христу». Христианин должен осознать, что жизнь дана ему не для того, чтобы беречь ее для себя, а для того, чтобы, по примеру Христа, жертвовать ею для других. «Кто хочет спасти свою жизнь, отвергаясь Господа или предавая Его заповеди, тот погубит все надежды на жизнь, которую Спаситель приобрел для него такой дорогой ценой». А потому Христос добавляет, «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Святитель Филарет Московский указывает, «Кто же при помощи Божьей распинать будет все греховные страсти и похоти с преданием всей воли своей волю Божию, тот тем образом пройдет духовное мученичество, погубит душу свою ради Христа и Евангелия, претерпит до конца и спасется». Господь откровенен и честен по отношению к Своим последователям. Спаситель обещает нам славу Своего Царства, а не легкий жизненный путь. Конечно, человеку свойственно беречь свою жизнь, избегать страданий, стремиться к благополучию, к жизненным удовольствиям и наслаждениям, но это тот путь, на который стремится увлечь людей дьявол, желая их погибели. Не таков путь Христа и Его истинных последователей. И поэтому Спаситель замечает, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою». Александр Павлович Лопухин пишет, «Смысл слов Христа понятен. Душа человеческая имеет такую ценность, что весь внешний мир ее не стоит. Поэтому человек должен заботиться о том, чтобы спасти свою душу. А такое спасение находится в полной зависимости только от следования за Христом и подражания Ему. Говоря о вознаграждении верных и воздаянии неверным, Спаситель замечает, «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Христианство всегда встречается с трудностями в этом сложном и враждебном мире. Человек, который при таких обстоятельствах стыдится проявить себя христианином, боится показать, на чьей он стороне, не может надеяться занять место в грядущем Царстве Божьем. Блаженный Феофилак замечает, «Недовольно одной внутренней веры требуется и исповедание уст, ибо как человек двойственен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Итак, кто постыдится исповедать распятого Богом Своим, того и он постыдится признать недостойным рабом Своим, когда приидет уже не в смиренном виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде, и за которые некоторые стыдятся его, но в славе и с воинством ангельским». Нам, дорогие братья и сестры, необходимо помнить следующее. «Если, предаваясь со смирением воле Божьей и неся свой крест за Христом, мы и подвернемся тяжким испытаниям и страданиям в этой жизни, то этим спасем свои души и приобретем сокровища на небесах. И тогда двери Царства Небесного будут открыты для нас, и мы будем там не посторонними, но желанными, теми, кого Бог желает видеть рядом с собой». Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси, Господи! Благослови, Душа моя, Господи! С sellerми, Лахи свои поттерки, имею веки из воды с собой! До свидания!